Лен и льняные изделия сопровождали человека всю жизнь. И этому есть исторические свидетельства. Например, в музее Израиля есть образцы древних раскопок, которым более трех с половиной тысяч лет, и в них имеются семена льна. На территории Ближнего Востока находился первый исторический ареал выращивания льна. Там его теребили, делали ткани, а в Библии упоминается ткань весон. Это льняное полотно было очень тонкой выделки, его носила знать и жрецы. Однако со временем в этом регионе лен перестает выращивать, и эта культура до настоящего времени на Ближнем Востоке практически не выращивается. Меня как исследователя уже более 25 лет занимал вопрос, а может ли в настоящее время на территории современной Палестины, на территории современного Израиля лен выращивать как сельскохозяйственную культуру. И мы решили провести такой опыт, в котором хотели бы узнать, как теплый, жаркий климат, как довольно сложные почвенные условия, как на таком историческом месте, в таких жестких климатических и почвенных условиях, может ли вырасти лен. Лен долгунец и лен масличный. И как поведут современные сорта себя на своей исторической родине. Провести такой опыт на территории современного Израиля в Иерусалиме стало возможным благодаря помощи Спаса-Вознесенского женского монастыря в Иерусалиме, который расположен на Елеонской горе, и настоятельницы, матушки и гумии Варвары. Второй опыт мы заложили в Бершеве. Это сельскохозяйственная территория, которая расположена на равнинной части Израиля. И благодаря нашим друзьям, выпускникам Тимрязевской академии, факультета, тогда он назывался, Грахимия Точвоведния, Петра и Елены Столба. Третий же опыт мы заложили на территории нашей полевой опытной станции РГАУМ-ЦХ имени Тимрязева. Первый опыт в Иерусалиме мы заложили, и на территории Израиля мы заложили в конце февраля нынешнего года. А в конце мая этого года этот опыт был заложен на полевой опытной станции Тимрязевки. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, которая была в этом году во всем мире, лен вырос и на территории Израиля, и у нас на полевой станции. Мы в этих опытах показали, что наши российские сорта лена и масличного, и долгинца очень хорошо себя ведут в жарких климатических условиях Израиля. Вы можете слышать на этой записи, что идет дождь, и в нашей средней полосе, в Нечерноземье, лен подвергается вот таким тоже, с другой стороны, жестким условиям. Лен – это такая культура, которая хорошо растет и в нашем дождливом климате, и в засушливых условиях современного Израиля. Этот опыт показал, что наши российские сорта прекрасно себя чувствуют на территории Израиля, а лен, как сельскохозяйственная культура, может вновь вернуться в сельское хозяйство Израиля. И это очень здорово, потому что с февраля по май многие поля в Израиле остаются незадействованы, а лен относится к очень высокорентабельным культурам. Тонна волокна высокого качества сегодня на мировом рынке стоит более 4 тысяч долларов за одну тонну. А получать мы можем в условиях и средней полосы, и тем более в условиях Израиля, можем получать больше одной тонны волокна с одного гектара. По итогам всех трех опытов мы уже практически полностью собрали семена. И осенью мы проанализируем эти семена на содержание масла, определим жирно-кислотный состав, узнаем соотношение между такими важными кислотами, как омега-3, омега-6, омега-9, и получим количественные характеристики тех семян, которые мы получили. Мы планируем на следующий год продолжить наши исследования и посеять семена, которые в этом году произвели на территории Израиля, на нашей российской земле, посмотреть, какие новые адаптационные свойства получили растения льна и масличного, и льна долгунца. Я буду очень рад поделиться всеми результатами в наших следующих роликах. И, кстати, про то, как мы сеяли льон в Спасо-Вознесенском монастыре, у нас выйдет целая серия роликов. Смотрите за нашими новыми выпусками, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить все новые очень интересные видео. Вот посмотрите, какой лен сейчас уже находится на территории полевой станции. Вот это вот лен масличный, а вот это лен долгунец. Видите, он примерно в два раза длиннее масличного льна. На масличном льне у нас много коробочек в этом году образуется. То есть мы получим хороший урожай семян льна. А у льна долгунца, видите, он в два раза длиннее. Мы получим длинное волокно, которое можно использовать затем для производства высококачественного волокна. Из волокна делать пряжу. Может быть, она будет такая же хорошая, как виссон. И вот посмотрите, у нас в стебле льна сейчас уже формируется волокно. Вот видите, оно какое крепкое. Оно пока еще зелененькое. Видите, насколько оно крепкое, что даже порвать очень сложно. Хороший волокно в этом году получится.